добрый день всем здравствуйте дорогие друзья ну опять же не запланированная программа спонтанная программа у нас сегодня будет программа с тодором тодоровым на канале центра сангейц в 19 часов по московскому времени 11 часов утра по времени города чикаго сегодня у нас 8 сентября 2021 года несколько моментов которые я хочу остановиться на которых я хочу остановиться ну во первых для начала это вторая часть программы которая у нас была буквально вчера но тоже очень-то с каким-то поверхушкам поскольку не основательная программа на это надо так сказать цели направлено а тут вот так там 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 и так начнем чего ну удивительно до казалось бы с одной стороны с другой стороны может быть и не удивительно но как-то так получилось как-то так ну еще раз все получается так как должно получаться но вчера произошло событие о котором шла речь а именно вчера начался еврейский новый год причем что самое интересное предыдущие годы как-то вот так вот на это не обращалось внимание но обращали внимание безусловно и разумеется только те кто соблюдают это те кто проживает в израиле ну и ну вот отдельные верующие скажем но вот так чтобы где-то как-то говорилось и приурочивалась каким-то определенным датам такого не было до сегодняшнего момента и я сейчас показываю экран экран биткоина причем тут биткоин вообще-то говоря к еврейскому новому году может быть и не причем но это наводит на какие-то размышления смотрите это часовой график да я хочу сказать вот что будучи техническим аналитиком и достаточно в общем то серьезно будет так говорить и достаточно образованных устно так говорить доказано вот являюсь там определенными там скажем партнером каких-то очень и очень серьезных компаний дело в том что мы более детально потом поговорим по этому графику может это не так интересно конечно тем людям которые вообще-то не занимаются этими вещами но очень коротко да пока а потом вернемся смотрите часовой график часовой график биткоина время 22 часа и вот это все ерунда да какой-то уровень есть но вот смотрите падение и падение два часа два часа пятьдесят тысяч семьсот и сорок две тысячи восемьсот десять тысяч десять тысяч за два часа и это 20 процентов на 50 тысяч это 20 процентов и это именно тогда начался вот этот новый год то есть о чем идет речь но те кто следит за допустим за программами связанными вот с печатями отправение на благослово значит у нас есть чаш семь печать семь труб ну или на фронологическом порядке по-другому но не важно короче говоря и это то что называется день гнева армагеддон и так далее и так далее и так далее событий цепь событий цепь заметьте цепь да или звенья какие-то отдельные звенья которые объединены в одну цепь и об этом я довольно часто говорю но возможно это не входит почему потому что ну человек открывать ему надо вот по полочкам все разложить конкретно предметно и так далее и так далее показать вот тогда ему будет понятно а как-то вот так между строк довольно сложно читать тем более ну возможно метод изложения мой которую я имею модели в голове но слова мысли они знаете как они опережают значительно поэтому возможно это как-то непонятно но если захотеть понять можно конечно вот так вот есть несколько событий о которых мы говорили следующее событие которое еще раз 7 8 сентября но где-то 6 вот вот то что произошло седьмого вчера то есть это не только это произошло что самое интересное причем день нерегулярный я сейчас покажу другой график другой график я покажу и покажу вот этот график значит смотрите это евро доллар тот же самый один час евро доллар это тоже вчера посмотрите вдруг ни с того ни сего рухнул евро 1 188 на 1 181 ну намного короче говоря полетел это по-другому измеряется но не важно дальше посмотрите допустим дау индекс дау джонс да пытаясь сейчас его найти ну давайте посмотрим вот это интересно да вот а ну здесь нету не могу показать короче говоря это индекс волатильности это индекс волатильности который идет вниз но совсем скоро он должен эксплуат upside то есть вертикально наверх это означает что что-то куда-то мы грядем каким-то событием достаточно серьезным но давайте я не нашел индекс давайте посмотрим на это не имеет значения принципе один час седьмое число опять же падение падение вдруг падение достаточно резкое падение что-то произошло формально этого ничего нету но события они как-то связаны между собой и сейчас мы не будем говорить конкретное предметно но речь идет о том что смотрите вот здесь на экране показано надеюсь видно не знаю может быть мелко значит это календарь девятого восьмого но у нас идет в начале сегодня все таки идет начальный месяц потом идет день значит на энерлэвен септембр элэвен до септембр элэвен или 11 сентября сегодня 8 сентября сегодня 8 сентября 11 сентября 2021 года ну смотрите 2021 года 11 сентября это было очень и очень необычная и очень неоднозначная дата потому что код 11 сентября 2001 года это было падение ну считай что это был трор террористическая атака кто-то говорит что нет мы сейчас не будем вдаваться в эти детали как на самом деле было но это было и это было именно 11 сентября и очень и очень и очень много совпадений число одиннадцать там было почему одиннадцать почему это дата это код определенный и это все цифры это все математика это все вибрации и мы сейчас находимся здесь еще раз я напомню 5708 второй год это вот если мы просиммерируем все цифры это начало нового года по еврейскому календарю 22 22 это луна 2 плюс 2 4 это северный узел луны это планета раху а если мы посмотрим сегодня да что происходит в этом году 11 сентября если мы просиммерируем все циферки мы получим 5 это год 11 9 не считается 11 это 1 плюс 1 5 плюс 2 7 7 это вторая теневая планета кармическая планета а которую зовут кету и 11 сентября мы приходим в такие энергии планеты кету и это южный узел луны две планеты северный и южный узел луны планета раху и кету в восточной астрологии очень и очень серьезная планета именно кармические то есть что такое карма карма это следствие того что что-то было сделано например человек ну вот натворил чего-нибудь ну вот он получит соответственно реакцию на то что он натворил то есть можно предположить чисто условно через числе теоретически о том что вот это все чему-то идет к чему-то ведет это все ну и мы говорили о том что то что сейчас происходит в мире выводится значит смотрите мы никто не знаем последствия того что вот нам предлагают сделать сделать причем в обязательном чуть чуть ли не в обязательном нет такого обязательного но практически и некоторые сделают потому что у них выхода другого нету или иначе их уволят с работы вот они пойдут на это как это на нас будут повлиять есть предположение есть прогнозы совершенно дурацкие но а он есть этот прогноз и к сожалению я ссылка не буду приводить она есть я может быть потом в комментарии это приведу но была такая дама которая знал звали святая бернадета лордская бернадета лордская ну кто хочет наберите значит ее письмо 1879 года говорит в этом говорится в этом письме о священных заметьте священный почему священный ну сейчас давайте не будем почему священный допустим да но вот для меня это имеет смысл просто по времени может быть слишком долго священных погромах против врачей и и тех кто сейчас нам вот это вот все так сказать предлагает причем самое интересное мы должны выполнять условия вопрос другой ведь если это не обязательно у нас есть право выбора то есть о чем идет речь а я вернусь несколько скажем назад что происходит у нас сегодня а есть очень четкое сопоставление и статистика что происходило до 1860 года имелось в виду и современное время когда вручается но наук наук и религия правильно то есть вот я хочу сравнить эти две вещи которые я всегда считались неразделимыми абсолютно неразделимыми а именно наука и религия то есть то что имеет отношение к науке сегодня отделилась от того что имеют отношение к религии и так сравниваем нобелевские лауреаты получающие свои нобелевские премии получает нобелевские премии статистика такая 90 и более процентов нобелевских премий присуждается за теоретические исследования или открытия неважно в области там то и то и то и то и то и то разных да 90 процентов имеет не имеет практического отношения 95 вообще так говорят прямым языком будем говорить 5 процентов имеют отношение к практике основной теории я этого вот если вернуться в прошлое все было наоборот 95 процентов нобелевских лауреатов получались за практические какие-то вещи и только 5 процентов теоретические получали премию статистика официально дальше религия имеющая отношение к религии библейские сюжеты фигурировали в 95 процентов картин которые писали с художником только 5 процентов речь шла о ну каких-то других сюжетах пейзаж сегодня все наоборот сегодня практически нету вообще никаких библейских сюжетов зато есть сегодня знаете сами знаете какие сюжеты да вот ну если не сказать реальные форно да вот я не знаю за что там получает премию но сегодня вот вот такие изображения короче говоря будем так говорить вот что изменилось да за это время дальше наука началась с чего закрытие способности у человека то есть это отдельная программа будет вот вот тот период времени средние века скажем так где наложилось калиюга малая калиюга наложилось на большую калиюгу и хлынули полчища допустим из нижнего мира хлынули полчища вот этих вот сатанистов каких-то там сущностей непонятных к нам сюда на землю ну соответственно вот было время такое у нас на земле ну потом оно закончилось вот святая инквизиция она действительно была инквизиция но потом это все поменялось и все было все по-другому короче говоря стало потому что произошли замены замены они происходят сегодня потому что сегодня мы происходит мы сегодня переходим в новую пору то есть калиюга закончилась малая калиюга имеется ввиду закончилась наступила следующая пара два пара юга она называется два пара юга которая длится определенное количество лет мы сейчас находимся в переходном периоде причем переходный период это не год не два не три не четыре поэтому для нас для нас живущих сегодня тех которые еще живут слава богу потому что будет жить меньше это мы уже как бы знаем да но для нас это будет 2021 год сегодняшний год это первый год начало 20 это была подготовка 22 будет развитие события 23 будет ну так сказать следующий этап ну а этапы у нас идут четыре будем условно считать 21 22 23 24 год еще раз вы этого не найдете в интернете нигде никак это мы и собственно будем так говорить измышления как хотите но я думаю что я здесь вряд ли ошибаюсь вот почему ну вот так вот такую картину мне так сказать дают и я ее ретранслирую будем так говорить так вот значит что происходит когда человек ну короче циклы да они становятся все сильнее и сильнее пока не наступает взрыв да какой то взрыв какой то катаклизм да и мы доходим до низу а дальше будет восстановление и развитие ну к сожалению как мы все понимаем не всем это удастся увидеть причем это будет какие то ближайшие моменты и существует определенные даты вот с которых мы начали дело не в годе это все условно да но но какой то имеет смысл и значение вернемся к тому что происходит сейчас и то что происходит сегодня и вот то что нам показывают о чем мы думаем нам зря показывают космические войны фильмы ужасов нет не зря они существуют только мы не должны играть на этих вибрациях на низких да поэтому вот этот холлоуин дурацкий это самое зачем зачем скажите мне русскому человеку нужен холлоуин ну зачем ну что мало светлых праздников нет берем холлоуин и отмечаем и все ходят ну когда-нибудь кто-нибудь в своем здравом уме и трезвой памяти когда-нибудь мог себе представить что по улицам будут ходить дети в виде зомби да ну вы представляете дети которые демонстрируют зомби ну хорошо в америке загнивающий этот капитализм который никуда не загнивает просто специфические есть какие то вещи которые надо принимать это не значит что надо клясть не надо их там значит это проклинать нет оно есть и есть на это есть свои причины да это просто завершение цикла надо к этому относиться совершенно нормально беспристрастно иначе мы себя просто будем разбивать напрочь причем оно есть и есть это вопрос другой психология философия так вот а что происходит сейчас это не случайно и не доказано и не известно то что будет происходить в соответствии с этими прогнозами той самой девушки от 1879 года да если вы просуммируете кстати циферки да вот то вы мы получим цифру 7 да опять та самая цифра цифра 7 да это не значит что 11 сентября через три дня 2021 года произойдет какое-то похожее событие но вероятность такая существует это так сказать юбилей в кавычках потому что 2021 год 20 лет прошло с этого момента уже 20 лет причем я помню это прямо вот как сегодня помню я видел вот и так что может быть мы не знаем то что нас так сказать вшпиливает или мы сами все вшпиливаем и речь идет о возможном изменении ДНК как бы мы не перекодировались это кстати есть вариант предотвращения поэтому у нас такие есть курсы у нас сейчас данный момент идет курс Ольга Викторовна в центре сам есть которая занимается перекодированием о чем идет речь о том что это не будет действовать ну просто не будет действовать и все потому что сегодня уже есть доказательства о том что дети рождаются с определенными скажем так называть свободные электроны гидрофильная оболочка вот нашей клетки она окружена свободными электронами и вот были скажем какие-то исследования ну вот прались эти так скажем клетки я не большой специалист в этих вещах поэтому я могу что-то не так с точки зрения науки но смысл то не в этом а в том что имеет невероятную сопротивляемость вот этим современным болезням то есть у них нету шансов не заболеет не превратиться в зомби но с помощью вот этих вот всех ну с помощью да условно вот этих всех вещей возможные вариант выведения как ни странно это звучит выведения определенной расы которая будет действовать вот как зомби есть на земле самое интересное есть некоторые места где там проживают это просто об этом нигде не пишут разумеется но это есть люди зомби вот такие есть и ведут себя точно так же и не зря я повторяю вот эти фильмы вот эти праздники которые никому сто лет не нужны но тем не менее оно есть есть и мы живем в этом значит настроении да вот и здесь много конечно я просто не могу такие вещи так сказать рассказать но значит нострадамус 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 в своем письме своему сыну он писал вот прямо так стоит он считает что науки понесут просто несравненную утрату и дело в том что война что такое еще раз формально мы не будем сейчас говорить какие-то закулисные стриги мы о них ничего не знаем но формально 11 сентября 2001 года как мы знаем такой человек может быть его и не было кстати но тем не менее это имя было Осама бин Лайден да как мы знаем ну и вот он как бы стоял за этим ну так как бы считается ну и вот понятно что цикл должен каким-то каким-то образом завершиться ну и и собственно говоря в предсказаниях Иоанна Богослова четвертый всадник апокалипсиса зеленом коне причем заметьте кони разного цвета да вот там есть красный цвет мы все знаем что такое красный цвет да и следующий всадник зеленый конь что такое зеленый цвет мы тоже знаем или это противоставление одной нации другой нации или ислам и христианство да мы сейчас не берем в целом как бы да но тем не менее мы знаем что может быть и что происходит и происходит сейчас в Европе в частности во Франции и в частности то о чем говорила своих или видела в своих видениях и описывала это в своем романе точно не помню но что-то типа увидеть здесь забудьте Виктория Блиндер вот до того как даже произошел вот этот вот пожар с собой и так далее и то что сейчас очень серьезная опасность находится идет оттуда заметь почему зеленые паспорта почему зеленый цвет ну почему зеленые почему не голубые да вот не синие не фиолетовые почему зеленые ну еще раз это риторические вопросы на них можно не отвечать никто все равно толком не ответит ну сказали и сказали то есть для меня это ну скажем так какой-то какой-то сигнал какая-то анаграмма скажем так вот которую можно в принципе расшифровать неочевидная какая-то да вот вот ну и короче говоря речь идет в этих старинных скажем там прогнозов предсказаниях дай бог чтобы этого разумеется не было но просто ну как бы из песни как говорится слов не выкинешь правильно вот значит третий квартал третий квартал 2021 года шестьсот шестьдесят шесть почему шестьсот шестьдесят шесть об этом шла речь и это число зверя и это очень и очень странное на первый взгляд число если у человека кстати с точки зрения астрономерологии это число находится в матрице ну несмотря на все свои какие-то там внешние качества человека есть какие-то тонкие моменты на которые ну люди обычно не обращают внимание но здесь есть вероятность некоторая двойственность еще раз шестерка напомню 3w это знак интернет да значит вав это буква алфавита в еврейском алфавите это шесть три шестерки это код код заметьте код qr-код он содержит три шестерки о чем идет речь кто-то его ну зачем-то каким-то образом что за совпадение такие постоянно странные они они странные на первый взгляд но опять же люди же мы воспринимаем вот на плоскости все пространственно очень тяжело воспринять эти вещи все но это не позитивно с точки зрения библии с точки зрения библейских вот этих сказаний это знак зверя значит что происходит оказывается все эти qr-коды это оказывается знак зверя да получается как с одной стороны с другой стороны нам рассказывают технологии или нас меняют на цифры на числа меняют понимаете то есть это надо для чего это надо ну чисто логически для того чтобы изменить соотношение сил ну и сверху наверное знаю что делают и это очистка и на первых порах она должна проходить она по-другому быть не может это просто идет очистка чистка да и она будет продолжаться поскольку вот перед этим мы определили вот эти вот четыре года но если мы станем на путь а потому что ну во всех катаклизмах всегда и в конечном итоге всегда побеждает добро и сверху правильно поэтому вопрос заключается в том что переформатировал свои мозги мы можем ставиться на сторону света как это вопрос другой пока так сказать общая информация так вот 666 плюс 666 то есть и плюс 66 и 60 лет после рождения вот определенные дамы субьерок вот это попадает на значит вот рождение было 7 января 1844 года ну ну и оно попадает на срок 2000 то есть третий квартал идет начало третий квартал этого года иными словами идет до 24 года если считать 7 января 1844 года если 666 умножить на 3 месяца после первого появления значит здесь это все закончится но впереди у нас еще есть к сожалению несколько лет вот то есть 24 год это срок ну на мой взгляд еще раз совсем еще раз у меня другие там коды допустим чем у астрологов они совпадают где-то как-то но у меня как-то по-другому несколько вот с моей точки зрения ну и ну вот это все должно как бы закончится дальше какие даты вот я хотел бы с этим закончить просто этого года дальше мы поговорим на следующий год в этом году у даты у нас такие ну вчера назывались они первая дата уже прошла и мы находим сейчас дней но примерно шестого восьмого девятого скажем сентября вот сейчас ну может до одиннадцатого но шестнадцатого по девятнадцатого сентября прошлой передачи вчера об этом это значит праздник очередной праздник тоже еврейский праздник ёмки кур называется ну возможно крах доллара возможно ну гиперинфляция и так она уже идет ничего нового есть но возможно землетрясение в сент луис сент луис ну и возможно почему еще раз праздники слишком как-то это все очень совпадает вот то есть возможно какое-то противостояние очередное противостояние в израиле против египта сирия возможно да варианты дальше у нас следующие даты шестого по двадцать первого октября двадцать первого года естественно да здесь возможные изменения климатических серьезные какие-то потопизмы а именно землетрясение извержение там вулкана причем я говорил это западная погрешность Соединенных Штатов и Индонезия да ну и еще продолжающие ся по-другому оно не будет к сожалению почему потому что вчера я получил каждый день приходит на телефон уведомление тут я даже отключить их не могу уведомление что происходит сегодня допустим в Соединенных Штатах по поводу новых случаев заболеваний причем детских заболеваний за одну неделю 220 тысяч позитивных реакций на вот этот ковид официальные данные более 220 тысяч 224 тысяч детей несмотря на то что ну как бы школы некоторые школы продолжают закрываться то есть вначале вроде бы как открыли я был в магазинах в двух магазинах я был один известный магазин называется Костка это магазин склад как бы да ну довольно известный магазин в Соединенных Штатах их очень много и совсем недавно там было написано ну те кто вакцинировались могут ходить без масок да те кто вакцинировались но те кто будут их проверять никто не будет поэтому и те и другие ходили без масок то есть не обязательно были маски ношения сейчас написано прямо на этом самом постановлении опять же всем обязательно маски независимо от того вы вшпиленные вот или нет все равно то есть непонятно тогда зачем мы вшпиливаемся если все равно надо предотвращаться от чего-то ну как бы нелогично но тем не менее это есть и соответственно соблюдать эти все вещи надо ну положение такое мы не можем не соблюдать законы вот ну мы сами как бы так сказать к этому привели ну и вот это будет ускорение поскольку по-другому быть не может если уже начались дети да вот эти все вот эти вещи это конечно уже совсем нехорошо но это третий этот вариант да так называть короче говоря в россии день города в многих городах перенесет другие даты на 11 сентября к чему бы это не к добру это это непонятно почему это глупо с моей точки зрения но те люди которые это делают они они уже зомбированы с моей точки зрения и по-другому быть не может причем очень и очень давно об этом шла речь я же говорил это начало было много-много-много лет тысяч тому назад когда была целая программа и этот цикл должен завершаться естественно это была программа сверху была спущена где были гены скажем так будем так говорить введены были гены определенным образом в правители сегодняшних правителей земли но сегодня президенты они выполняют определенную функцию сказать они хорошие или плохие мы не можем они такие как они есть и они избраны народом пускай даже неважно как но тем не менее официально они есть и все с этим все нормально в этом плане понимаете поэтому это надо соблюдать короче говоря но вот это то что вы говорите это не позитивно с моей точки зрения это игра на этом маятнике деструктивно маятник как описывает это вадим за вот но что еще следующая дата еще раз дата следующего кода 9.11 это не дата уже это уже не код это отголоски но как всегда доходит очень поздно или с опозданием но вот 20 лет вдруг начали вот видите переносить зачем я очень сомневаюсь если честно что будет эта дата что-то будет произойдет 11 сентября вот с моей точки зрения я не вижу да о том что будет какие-то там события то есть он пройдет как и пройдет как и будет это мы притягиваем к себе определенное событие это делать не стоит вот но и с моей точки зрения его нет посмотрим дальше 16 еще раз я говорю 16 19 сентября далее у нас есть дата ну про октябрь я сказал есть у нас дата ноябрьская почему потому что 3 ноября следующий я уже говорил об этом следующий код у нас 3.11 да не 9.11 а 3.11 или это анаграмма 11.3 противоположная да вот то есть с 11.3 ну собственно говоря это и есть все вот эта дата возможных вероятно мы этого не знаем опять же тех же самых проблем усиления или продолжения усиления причем тут еще добавляется еще микронова то есть возможные какие-то взрывы в космосе и так далее падения метеоритов хотя они не прогнозируются на это время пока ну и следующая дата этого года потом мы поговорим о других датах следующая дата это примерно середина декабря месяца поскольку в это время сам великий нострадамус давал прогноз вот о том что может что-то произойти серьезные какие-то события в том числе это это государство израиль вот там уже серьезная может быть ситуация мы не знаем но это еще раз повторяю прогноз да и дай бог чтобы это был не тот прогноз который надо вот который будет ну и какие моменты еще дело в том что вот эти значит прогнозы был серьезный серьезный был ураган это как бы очередной юбилей Катрины да день в день в кавычках юбилей где был достаточно серьезный ураган мы это видели в течение нескольких дней ну вот я раз вчера разговаривал со своим знакомым одним очень знающим очень эрудированным невероятно кстати человеком который общается с людьми которые ну себя нигде никогда не афишируют ну вот есть люди которые разбираются в каких-то вещах они видят больше чем видят люди которые выступают где-то в интернете да в том числе и у нас да ну не надо нигде выступать собственно говоря кому надо тот найдут кого надо учителя своего и так далее не надо себя позиционировать какие мы все крутые приходите ко мне вылечу озолочу и так далее и так далее никому не надо я давно уже ушел от этого много лет к примеру просто но тем не менее значит вот есть такие скажем мнения такие прогнозы о том что в средней части соединенных штатов может произойти средняя часть я уже говорил о том что есть дата но может не дата на место есть совершенно четкое место скажем между вот мексиканским заливом луизиана да сент луис вот это где вот как раз таки нью-орлеан вот это все и скажем городом чикаго есть место под названием нью-мадрид или новый мадрид где идет определенный разбом и место которое возможно там что-то такое греется есть может бабахнуть короче говоря вот вероятность но прежде чем это возможно произойдет дай бог не было но тем не менее вот примерно в той зоне может быть западнее возможно какой-то очень серьезный ураган который казалось бы да там нету там воды казалось бы ну суша но тем не менее он будет достаточно серьезным есть такой вариант ну и есть вариант вот именно в ноябре месяце о том что скажем сегодня кабели проложены под океаном ну и соответственно если что-то там сверканет то это будет так называемый blackout blackout это отключение электроэнергии хотя нам скажем они прогнозируют но вариант такой есть вот и для этого есть люди которые берут себе там скажем генератор партия вылечника была так отвечать на вопрос генераторы генераторы бывают большие бывают маленькие что вы мне тут рассказывали хорошо генераторы бывают просто генераторы и дегенераторы но есть люди которые покупают то ли одно то ли другое поэтому такой вариант тоже существует и в принципе по поводу дат наверное все теперь давайте я обещал все уже поговорить и там есть люди наверное которые ожидают и никак не могут дождаться того чего они хотят ждать вот интересно теперь это конкретно еще раз по деньгам по деньгам по финансам я уже говорил и не раз говорил в программах о том что деньги это наша necessity или наша необходимая вещь которая нам всем нужна мы живем в этом мире хотя бы почему для того чтобы идти поучиться первое а денег не хватает на все второе для того чтобы поменять ну если не профессию то какой то источник дохода почему а потому что если вот это все то что мы говорим будет таки да и под угрозой там скажем увольнения ну понимаете это уже насилие над так сказать над личностью вот этим нельзя грозить вот это происходит к сожалению это нехорошо дело не в том что они плохие ну вот они точно так же зомбированные и проводят определенную политику скажем так без политики а просто вот указания мы себя кстати точно так же ведем когда мы говорим директивами делай это делай то не делай это не делай того иди рядом вот или не трогай вот это мы то же самое делаем фактически вот и они делают но нам это неприятно а когда мы это делаем мы это не замечаем как всегда вот то есть сегодня это неотъемлемая часть нашего будущего цифрового мира куда мы все идем пока конечно это все не закончится но пока это будет ну вот как минимум там года 3-4 это будет поэтому если мы хотим идти в ногу с этими энергиями ну желательно в этом принимать участие хотя по одной элементарно простой причине если мы все сконцентрируемся на негативе что мы делаем кстати то мы получим в ответ негатив если мы все сделаем наоборот то мы получим все позитивы если мы все начнем покупать ну условно биткоины то биткоин пойдет вверх пример давайте перейдем более конкретно и здесь есть невероятные возможности для получения прибыли или бенефитов и застолбить себе на будущее вот средства которое понадобится без сомнения потому что еще раз бизнесы будут вылетать один за одним второе люди будут терять работу третье а что делать пенсионерам тогда вот ну как ну как ну не будет этого то что мы к чему мы привыкли ну не может это продолжаться столько лет да ну не может реклама быть 40 лет реклама 40 лет реклама покупайте русские магазины в америке сейчас идет сел на соленые огурчики которые продаются по 75 центов или селедочка атлантическая вот радио это 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 полный нонсенс вот 40 лет одно и то же идет по радио покупаете что это за короче говоря значит смотрите это так просто вот я сегодня делал просто урок скажем был да и вот я показал базовые данные но я не буду рассказывать как и где я получаю вот эти вот уровни да вот синенькие красненькие горизонтальные линии но очень простой интересный вариант да вот я соединяю точку я соединяю вторую точку да ну я надеюсь это все видно да вот я соединяю точку еще раз соединяю точку и жду когда и куда придет эта линия смотрите вот это нижняя синенькая линия куда она придет вот синенькая нижняя синенькая линия и куда придет верхняя а что я соединяю я соединяю верхней линии самую нижнюю точку падения да с этой точкой тоже две точечки я соединяю и вот что происходит смотрите друзья что происходит с биткоином Вдруг ни с того ни с чего. Без всяких оснований. Всё летит дико вниз. Почему? Нету ничего. Нету событий. Никаких землетрясений. Никаких, слава богу, этих самых цунами. Ничего нету. И всё летит вниз. Только что я показывал евро. Всё летит вниз. Почему вопрос? Риторически, конечно. Это объяснить можно. И тут манипуляции. Для кому-то и кому-то это надо. Для чего? Навести панику. И все в панике начинают резко продавать. А система какова сегодня? Значит, компьютеры соединены в цепь. Вот как, допустим, коллайдер. Это цепь компьютера. Вот они соединены в цепь. Главный компьютер в этой цепи финансовый. Компьютер, который стоит в Federal Reserve. Federal Reserve это крупнейший банк мира. Вообще-то говоря. Который находится в Соединённых Штатах. Это тарифная, ну скажем, вот система. Резервная тарифная система. Будем по-русски это говорить. И как только там даётся типа какой-то указ, получается сигнал, якобы кто-то сделал ошибку. При мне это было. При мне, когда в течение пяти минут индекс падает на тысячу. Тогда он был-то всего-то ерунда. Падает. И в следующую одну минуту он опять взлетает там, где он был. Но в процессе этого падения все вылетают из бизнеса, теряют сумасшедшие деньги. Бросается, выбрасывается с небосребов. Ключается с самоубийством. А кто-то получает, соответственно, бенефит. Ну так всегда. На смерти он у нас всегда такой. И вдруг вот это вот такое падение и паника. Но что самое интересное, вот эта линия, вот эта синенькая, сиреневая линия, она рассчитана математически. Математически она рассчитана. Значит, вибрации, поведение человека, вибрации органов, отказ органов, отказ систем. Это все вибрации. Потому что каждый орган имеет свою вибрацию, свой набор цифр, свой код. Каждый человек имеет свой код. Он этого не знает. Допустим, да? Ну, сегодня как делают? У человека это и есть QR-код. Ну, как бы идея, как бы такая и есть. То есть сегодня взял и навел человека луч какой-то, вот типа там, РДАР. И считал с него полностью всю информацию. Вот мы к этому идем. В этот мир мы идем. Да? И вот он падает на какой-то уровень. А дальше удивительным образом. Посмотрите. Я сейчас покажу 15-минутный, да, чтобы видеть. Вот смотрите, вот он падает. Да? Сюда. И так же резко, 15 минут. Видите? Значит, он падает на 42 тысячи девятьсот. Да? 42 800. И в течение 30 минут он взлетает на 48 тысяч. Значит, за скольки? 42 800-48. То есть это сколько? 6 тысяч? 15 процентов. То есть те люди, которые разбираются в этом, да, мгновенно получают 15 процентов на свое инвестирование. К примеру. Ну, допустим, они не входят вот здесь, они входят здесь. Поскольку этот уровень уже просчитан до того, как это было падение. Он просто просчитан. Да? Как сейчас, естественно, я объяснять не буду. У нас не техническая программа. Но мы здесь покупаем. И что самое интересное, выходим на этой линии. Почему оно приходит в эту линию? Почему? И никто же этого не знает. И никто это не объясняет. И мне совершенно до лампочки, простите. Почему это все произошло? Мне что надо? Это, как это там было, бросает дедукцию, повышает продукцию, да? Вот, типа такого, да? Вот. Значит, забудьте, придя на производство, забудьте все о том, чему вас учили в институте. Это вам не пригодится. То есть, что мне надо? Мне надо точку входа, точка выхода и получение моих бенефитов. Расскажите, если я получу 15% на свой инвестмент, так ведь при определенном инвестировании я же получу сумасшедшие бенефиты, правильно? Если я это буду получать каждый раз, потому что любая точка будет доказана. Вот я еще раз говорю, вот я провел занятие, да? И вот я вот здесь вижу, дальше мы упали сюда, дальше мы идем. И смотрите, и мы пришли вот к этой точке. Я вам открою секрет, друзья. Я вчера позвонил своей знакомой, которую зовут Галина. Так получилось, да? Вот. Имя такое, Галина. Вот. И спрашиваю. Галина, как ты считаешь, вот биткоин с валютой? Говорю, как ты думаешь, покупайте биткоин? Она говорит, нет. Она говорит, нет. Да? Почему? Рано. Я говорю, а он придет вот сюда? Она говорит, придет. Что я себе думаю? Во-первых, я и сам это знаю. То есть я получаю подтверждение. И теперь я, к примеру, зная вот эти все уровни, на которые входить-выходить мне надо. Я абсолютно застоверностью, чуть ли не 100%, прогнозирую свои бенефиты. Все. Желающие их получать, пожалуйста, ради бога. Почему нет? Но самый лучший бенефит, вы знаете, как-то я так вычислил, это бенефит инвестирования, знаете, куда? Во что? С первого раза вряд ли кто догадается. Но есть у нас, наверное, догадается. В самого себя. Вот. Ни во что, а в кого. В себя. И тогда вы будете совсем знать. Ну, мозги надо, как я говорю, переформатировать, понимаете? И причем интересно, летит напрочь все. Смотрите. Вот это падение, да? Падение. В течение, ну, на 25%, по-моему, падает за 2 часа. Значит, следующее, видите, та же самая картинка. Это второй, по значимости, будем так говорить, без деталей, вторая монета под названием Ethereum, да? Значит, смотрите. Вот это, да, Ethereum, биткоин. То же самое, абсолютно то же самое. Падение, подъем, падение. Вот где мы сейчас находимся, да? Смотрите. Следующая монета, Litecoin. Ну, та же самая картина, видите? Падение, подъем, падение. И вот где мы сейчас находимся. Все то же самое. И я, вот здесь у меня много, у меня это плейлистов много. Я могу показать абсолютно все. Все абсолютно одинаковые. Но, но. Покажу вам, допустим. Сейчас я просто найду, потом покажу. Значит, вот смотрите. Это моя программа. Это DelTick Trade Info. DelTick Trade Info, да? Это кому интересно. Сейчас я сейчас перейду. Кому интересно. Можете присоединиться. Значит, смотрите. Причем это ночью происходит. Вот. Значит, пишет, ну, в группе, человек из группы, да? Да, Катерина. Какие на сегодня рекомендации? Алго. Ну, это монета, да? Я пишу. Цель 1.82. Готово. Я пишу. Поздравляю. И вот мой график. Значит, вот здесь. График следующий. Вот он. Значит, 1.50. Это падение. При всем падении. Вот эта монета идет вверх. Все идут вниз. Это, ну, не все, но вот эта монета идет вверх. Значит, вот мой уровень. Значит, здесь, видите, 1.81, а здесь 1.82. Да? Значит, 0.3. 0.3. А монетка стоит 1.5. 0.3 – это 20%. 20% получения профита. Когда все летит вниз. 20%. И так на каждой монете. Это к чему идет речь? Это о неизбежности. То есть, эта монета, которая стоит 1 доллар, несчастный, дает 20%. Да? Но ведь потенциал ее не 1 доллар, и не 2, и не 5, и не 10. Ее потенциал 100. Что это означает? Это означает в 100 раз потенциал больше. Так расскажите, зачем тогда мне надо предотвергать себя опасности вот этих вшпиливания? Потому что меня могут уволить, если я могу вот здесь получить гораздо больше. И вообще мне не надо никуда ехать. Теоретически? Нет, практически. Вот и все. То есть, есть варианты. И сегодня это просто не потому, что именно здесь. А потому, что это часть цифрового мира, куда мы все идем. Понятно, да? XRP. Это монета, про которую мы говорили просто раз. Посмотрите. Нет, надо сделать час. Смотрите. Седьмое число. Посмотрите, куда улетает монета. И она прилетает к точке, которая была проведена задолго до этого. К уровню задолго до этого. Мгновенно взлетает куда? К следующему уровню, который был проведен задолго до этого. Эта линия, которую я уже объяснял, она, линия, проведена несколько месяцев назад. Почему тогда? Вопросы риторические. Студенты в этом знают. Почему тогда мы крутимся вокруг этой линии? Здесь, здесь, здесь. Почему? Что произойдет, если мы пробьем эту линию? Это, особенно русскому человеку, воспитанному в советской школе, и который гораздо быстрее и постигает, и опережает своих сверхников, скажем, Соединенных Штатов, с той же самой общеобразовательной школой. В колледже он намного отстает, но в школе он намного опережает. Потому что американцы, они на галкуляторе умножают. Вот. Три на четыре, пять на восемь. Это элементарно легко все просчитать и постичь при желании. Дорогие друзья, я, по-моему, уложился в час. Я, видите, не перехлестнул, с моей точки зрения, то, что многим неинтересно, а именно биржевые какие-то моменты технические. Но если бы мы не перестали делить, не перестали делить материальное и духовное, нам было бы очень и очень легко, или, точнее, значительно легче. Но мы, к сожалению, взяли и разделили, как наука и религия, вот то, что я сейчас попытался рассказать, разделилась. Или мы ее разделили. Опиум, как говорил, для народа, да? А Ленин, допустим, то, что вот с моим хорошим знакомым, Петром Царченко, с Деником Царченко, мы общались вчера. Если бы мы перестали заниматься вот этой вот ерундой, противопоставлением, то мы бы поняли, если я не хочу заниматься вот этим материальным, мне вот эти деньги дал лампочки. Тебе дал лампочки, а другому как раз-таки, может, это самое необходимое. А если ему надо идти учиться, денег у него нет, что же вы, свое отношение к этому вопросу, а вы же так, кто? Кто мы есть? Мы же ретрансляторы, мы о чем-то говорим. Значит, как это происходит? Наше мнение, наши мысли, как известно, материально. Правильно? Значит, что происходит? Мы издаем, так сказать, сигнал своими мыслями, нам это не надо. Это все уходит куда-то туда, вверх, и возвращается к нам. Да? И потом наступает момент, когда это возвращается к нам, и мы ничего не можем делать с нашей духовностью, потому что, оказывается, у нас дырки, материальность. Я приводил пример. Мне мой хороший знакомый, который двумя ногами в религии находится, ну, с утра до вечера звучит, музыка соответствующая, там молитвы, мантры, ну, вот, с утра до вечера, скажем так. Ну, пока, конечно, там на работу, все-таки он до работы, да? Вот. Но раньше было так, да? И вот как-то приехал к нему его духовный учитель. Приехал духовный учитель, и лекции, там, занятия. И вот как-то он у него спрашивает, скажи, пожалуйста, на чем ты будешь концентрироваться в своей жизни? На духовности или на материальности? Он смотрит, ну, как это? Двумя ногами. Ну, как? Ну, это люди, которые вообще в духовности находятся. Не от мира всего, как говорится, да? Они живут, они ведут себя так, они... День у них ритуал, там, в 4 часа, в 3 часа, они мантры, молитвы, так далее, так далее. Вот. Он говорит, Грума Хараси, ну, конечно, я буду. На духовности. Он смотрит на него, к сожалению, он говорит, а вот и нет. Он говорит, как нет? Мы же этому учатся, меня и всех. Он говорит, дорогой мой, но ты же не в монастыре находишься, ты же не в пещере живешь. У тебя дети есть. Ты должен их кормить. Тебе надо их водить куда-то в школу. Это все стоит деньги. Тебе надо покупать им форму, там, портфели, там, учебники, допустим. Ну, тебе как? Это надо или нет? Надо. Так как ты будешь, расскажи мне, сидеть и читать молитвы, если у тебя в затылке сверлит, понимаешь, с тебя мысли, а где мне взять деньги, чтобы купить ему вот это, вот это, вот это, или поехать в отпуск, или заплатить белые, вот эти все. Как? Ты обеспечь себе материальность. Дух находится в теле. Но если в теле, тело – это сосуд. Если там дырки в этом сосуде, то какой там дух? Он вытащит оттуда. Да? Поэтому. Ну, надо. Это все часть целого. Мы частицы целого. Никто не говорит о том, что надо заниматься, бросать все и идти вот трейдить, допустим. Или заниматься этим. Разве я об этом говорил? У меня это было много лет, я этим занимаюсь. Почему? Для того, чтобы… Это же инструмент, только всего. Всего лишь. Как надо делать? Я могу посоветовать, как надо делать. И здесь. Что надо делать? Это надо иметь не целью. Десять тысячи лет тому назад пришел, я уже об этом говорил, пришел на землю Абатар. Его звали Сиддхартар Гаутама. Потом его звали Муни. Как-то я забыл. А потом он стал Бутой. Вот. И он обучал людей еще 40 лет. Он обучал людей. У тебя уже был просветленный. Что не надо цель ставить перед собой. А нас научили, надо ставить цель. Оказывается. А почему? А потому что цель – это материальная штука. Понимаете? А мы ведь духовные люди, правильно? На своей природе. Поэтому цель, она есть. Но к ней привязываться не надо. Без сомнения. А мы делаем вот именно так. И привязываемся к ней. И поэтому берем и делим себя на составляющие. Если я такой духовный, так я не должен заниматься тогда такими вещами. Но это неправильно. Занимайся. А то вот я, мне надоело, я борьба за выживание. Мне это нравится. Это нравится? Это тебе нравится? Но вокруг тебя же люди есть. А может им это не нравится? А расскажите, а сегодня, это раньше платили стипендию, вот допустим, мне платили стипендию, да, в университете. Но сегодня, никто стипендий никаких не платит. Ты вначале заплатил 200 тысяч долларов за 4 года или 250 тысяч в среднее образование. А потом тебе, может, дадут стипендию. Если ты пока что, кто ты есть, какой ты умный или какой ты спортивный. Если себя. Вот и все. Но вначале, извини, тебе надо заплатить за это. Вот таким образом, дорогие друзья. Хорошо. Всего всем доброго. И встречаемся с Тодором в 11 часов по времени города Чикага, 19 по Москве. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова